Бэнк Двух персонажей Выбирает персонажа Так Я выбираю Молли Старк Играя карту не в свой ход Я тяну карты из колоды При дуэли я тяну карты за каждый сброшенный бах После поединка Сбрасыванные игроками карты не считаются сыграми Отлично Следующий Максим Двух персонажей Сразу себе здоровье Хелс Куда ты не очень без здоровья будешь Питбанкер Первая фаза хода сянет 4 карты Отлично Леха В любой момент игры может сбросить две карты, чтобы восстановить единицу здоровья Четыре здоровья изначально Ирина Я шериф О, шериф Пожалуйста И я ангельские глазки Опасный шериф у нас, ребята Чтобы отменить моего попадания, нужно две карты мимо Артур Я бешеный пес Если у меня Красная карта Вторая взятая То я тяну еще одну Хорошо Ну и собственно мне достается В камеру никто не смотрит Берем персонажей Так Берем персонажей Так Вот такой вот у нас выбор Не очень хороший выбор, конечно Ну да ладно Ладно Я беру Лауру Снайпер Она может играть карту BACH на любого игрока, независимо от расстояния Я хочу поменять персонажа Из своего уже другого выбора Ну, меняй В общем, я меняю, а теперь у меня китай карта В фазе набора тянет 3 карты из колоды 2 оставляет на руке и 3 ты кладу обратно Как так мешали? Ну и мы начинаем, Шериф, берем карты столько, сколько здоровья игрока, ну очередность в принципе не важная, ну естественно, вообще-то тут Шериф главный, Шериф должен быть понастойчивее, 5 карт Шериф, 4 карты какой-то бандюк по имени Артур, еще один бандюга, да, в игре у нас получается 1 Шериф, 1 помощник Шерифа, 3 бандита и 1 маньяк, посмотрим какие нам карты выпали, все взяли, могу начинать ход, да, Шериф начинает, берем две карты, шерифа богатые выборы, я смотрю, шериф вооружается, взял в руки Скофилд, позволяющий стрелять ему на расстояние 2, то есть в принципе Шериф уже может стрелять даже и в меня, да, что же он сделает, да, собственно, наверное, последует совету нашего ведущего, вот так вот, ну как это вот ведущего вот сразу, как, ну, хорошо, наоборот, окей, в меня полетел Бен, ну, что я могу сказать, у меня есть мимо, 2 мимо, 2 мимо, извиняюсь, 2 мимо у меня нет, поэтому я ранен, и на этом я заканчиваю, надеюсь, Шериф не видел мою карту, когда ее в камеру показывал, я первую беру закрытую, у меня просто свойства, вторую смотрю, это черная, так что я не беру по-другому сажусь на коне, а саму стюмую тыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг, конь что нам позволяет? это конь Сильвер, позволяет видеть всех на расстояние на один ближе дамский пистолет и кинжал дамский пистолет позволяет стрелять на расстояние 1 и это не является бэнгом и при этом он позволяет взять карту из колоды после выстрела но он с зеленой рамкой требует предварительной активации, поэтому как только мы их выкладываем, мы их кладем вот так кинжал тоже требует активации и позволяет стрелять на расстояние 1 не является бэнгом так, мой ход берем две карты так как у нас такая напряженная обстановка мы пьем пиво восстанавливаем единицу здоровья напряженная только у тебя пока что ну уже стрелять вот ни с чего просто бэнг и все что делать так активируем легкую добычу позволяет взять три карты из колоды но и на следующем кругу так 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 ну что сделаем мы наверное сделаем следующее ограбим вот этого вот товарища грабеж позволяет на расстояние 1 забрать себе на руку любую карту у игрока берем ложь а хотя нет зачем мне эта ложь я думал она меня отдаляет а она наоборот приближает всех с моим персонажем это не нужно поэтому я конечно поторопился но мы своруем дамский пистолет реактивируем его сразу же ну на этом все так беру две карты что это вообще такое а это не я мешала на верхнюю часть колоды ты кстати мешала нет я ее положила под низ специально сказала чтобы потом выслушивать обрюки не знаю да это все проделки бандитов ты кстати вот торопишься зачем сразу меня ну я сейчас во всех по очереди а то есть я в свой черед уже не торопится с верлаками проделки бандитов открываю магазин вот молодец правильное решение и так что делает магазин ты мне объяснил в принципе вы сейчас видите он открыл магазин из колоды карты соответственно количество участников берем карту из колоды в открытую 5 и 6 соответственно теперь в порядке очередности каждый выбирает объект по одной карте мимо бенки бочка но выбор очевиден как шериф собирается остырять во всех подряд ну да тоже выбор очевиден ты взял? нет я же смотрю что у меня еще есть то в любом случае сможешь взять банк ну надо же соблюдать мимо или бэнк у нас осталось ну пускай бэнк причем мой взял у шерифа пули именные просто я даже знаю в кого ты будешь стрелять так и у меня на руках у меня всего 5 карт что не есть хорошо с моим количеством да то есть тебе необходимо сейчас сбросить одну карту по окончании хода либо отобрать у тебя легкую добычу по доброй традиции с помощью с помощью карты паника посмотрим сумею ли я активировать ее на следующем году или она перейдет к другим игрокам или в сброс красотки так все да так беру три карты поскольку у меня такая способность я одну положу обратно сейчас не просто посмотрела выбрав карты но еще и сделал подлянку следующему игроку а подложил карту я теперь знаю какую-то карту потом активирую счастливую шляпу счастливая шляпа это то же самое что мимо только требует предварительной активации но зато она не занимает место в руке конечно можно активировать коня он не занимается только в руке скинул Лёха ходи. Персонаж уже можно убрать? Не-не-не, там злой. Персонажей, уже всех разобрали. А злой? А, да, точно. Поближе к себе. Уже злым собрал. Не значит это, что у него в колоде злой, да? В руке, да. Настолько злой, Настолько злой, что он активирует Динамит! Вот так! Что делает динамит, рассказывая активатор. Что, динамит? В прошлый раз я, по-моему, взорвался. Динамит проверяется перед каждым ходом твоим. Теряешь три очка жизни, если вытянешь пику от двойки до девятки. Внизу карты есть её Нагинал. В начале своего следующего хода он тянет верхнюю карту из колоды, и если это карта пика от двух до девяти, то он теряет три единицы здоровья. Любая другая карта он передает динамит следующему игроку по часовой стрелке, и, соответственно, в свой ход следующий игрок проверяет точно так же. Такс, беру карабинчик в руку, позволяет стрелять на расстояние четыре. Чтобы мне осталось в двух руках. Чтобы мне осталось в двух руках. Самбре-эро, то же самое, что и шляпа. Только не счастливая. Наши морги не видно ходить с ней покрытие. Только самбре-эро. Ну и постреляем без гатлинга. В гатлинг выстрел по всем игрокам. По порядку. Поехали. Шериф. Шериф. Шериф поранили. Не может быть. Вот так вот. Нечего стрелять по хорошим парням. Она взяла бэнк в магазине. В магазине-то взяла бэнк, а не мимо. Я сбрасну промах. Так. А я вот делаю ворот. То же самое, что мимо. Только я еще тяну карту из колода. Они в сговоре пошли. Я проверяю бочку. Проверка бочки. Если сейчас выпадет черва. Соответственно я не получу повреждений. Это промах, да, считается. Бочка не сработала. Поэтому я ранен. У меня нет мимо. Счастливая шляпа. Максима спасла счастливая шляпа в гатлинга. Так. Ну и тогда применим мы бэнк. Шерифа. Вот он бандит объявился. Тише. Может я специально. Конечно. Ты, наверное, помощник, да? Я помощник. Отвлекай от внимания. А что, я могу. Я, наверное, тоже знаю. Не хочет затягивать эту партию. Чтобы не напрягать зрителей ютуба. Шериф попал локошным туда. Должен же кто-то быть агрессивным. То есть, прикиньте шерифа въем. Круг и шерифа. Дальше, да? Все? Все, шериф. События. События тянет? Да, у нас теперь. Наступает событие. Показывай в камеру, озвучивай. Вендетта. Да, только не видно. Вот так. Ну, читай. Давай я прочитаю. Читай. Так, у нас наступает событие, которое действует целый раунд. В конце своего хода игрок тянет карту. Если это червы, то он ходит еще раз. В конце дополнительного хода карта не тянется. Главное об этом не забывать. Так, шериф, ваш ход. Да, вот так положим. Верну две карты. Червы, да? В конце хода. Да, да. Событие. Ротации колоды увеличило. Шанс 25%. Кому-то выпадет из нас, допустим. К каждому четвертому, по идее. А ты посмотри, сколько их сейчас первых выдачек. Один по-любому. Играю карта дилежанс. Беру две карты из колоды. Дилежанс позволяет взять две дополнительные карты из колоды. Возвучу шериф. Шериф должен опиться. Кстати, да. Шериф по традиции берет много пива все время. Шериф выпивает два бокала пива. Два бокала. Два бокала. Восстанавливает здоровье. И начинает творить безобразие. Форменное безобразие. Я знаю всю сторону она будет. Я тоже догадываюсь. В твою. Мало того, шериф в связи с последними событиями меняет пушку на вулканик. Ой-ой-ой. Вулканик. Давай покажем. Вулканик позволяет стрелять всего на расстоянии один, но сколько угодно карт-бэнк заходит. Очень опасная пушка. Первый бэнк полетел. Сомбреро не забывай. Я знаю, можно ли использовать эту сомбреро и мимо допустим? Я не знаю. Можно. Тогда раз против ее попадания нужно две, кидаю мимо и использую сомбреро. Это два мимо. Еще один бэнк. Ну ты уже практически не жилец. Серега один хит. Второй. Еще один хит. Еще один хит. Шериф быстро расправляется со своими врагами. Я там все упакал. Особенно ангельские глазки. Так. Артур. Я хожу. Беру первую закратию. Кинжал активировался. Вторую. Это черная. Ты показывать должен. Ну и если она черная, зачем показывать? Я почему только закрасываю. Может он не ходит? Да. Ой, я забыла. Да. Кстати, да. Шериф уже. Довольно часто распространенная ошибка. Все забывают об этом событии. Карабин. Я использую дилижанс. Дилижанс. Мы уже показывали. Две карты берет. Я резко становлюсь хорошей. Резко? Хорошей. Карта из дополнения Dodge City. Вот здесь на ней звездочка нарисована. Хорошего нельзя посадить в тюрьму. Он может отдать одну карту любому игроку на свой выбор один раз за ход. Дай мне пиво, Артур. Я пользуюсь своей картой. Отдаю Шерифу. Вот он, помощник. Вот явно помощник. Ну либо же ренегат. Маньяк. И у нас наши индейцы. Индейцы. Каждый игрок обязан скинуть бэнг или теряет единицу здоровья. Кидай. Так, начинаем с меня. Ну уж бэнги-то у меня найдутся. Я кидаю бэнг и пользуюсь способностью своего персонажа. Играя каждую листой ход, тяну карту из колоды. Стрелялись. Я стреляю в тебя. Проголаю тебя, сильвер. Да, сильвер. И карабин. Да, и карабин кстати. И так как у меня сильвер дает плюс 1 к дальности, я могу к欠 Foer дальше. и тут у нас походу первый труп это преступник убит преступник лёха убит преступник теряет бандит и получает артур награду за убитого бандита три карты в этой колоде да есть еще события мертвец надежда здесь еще 20к впереди динамит ушел максим надежда есть теперь проверяешь и это бубна она до черва так мой ход тянем две карты так ну постреляем немножечко дамский пистолет активируется стреляем санька я бочка проверяем очку не сработало . не сработало может быть мимо есть есть я еще тогда еще с дамского пистолетов тебя стреляем сразу беру карту я проверяю бочку сначала что ж такое . ни хрена не работает так 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 к сожалению бенги я больше не могу использовать так бы добил конечно активируем стальную пластину это то же самое что счастливая шляпа сомбрера и все такое прочее замечательно замечательно что все плохие парни забывать использовать вот я забыл а как хорошо кстати попалась по сравнению со мной да что за меня активируем мустанг а мне бы черва и не выпало легкую добычу использую беру три карты только только не вулканник только не вулканник 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 и черву потом что пригодится пушка пушка это то же самое что и гатлинг то есть огонь по всем но требует гресса требует предварительно активации а мустанг теперь он от меня на расстоянии на один больше обычно в принципе моему персонажу это не помеха потому что не сперни чем там агаф также требует активации и чтобы им воспользоваться нужно сбросить вместе с ним еще одну дополнительную карту но при этом можно стрелять независимо от расстояния в любого участника а я отличиваюсь ну вот виски тоже не показал виски отчета вулканник просто использует виски 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 сбрасываются виски вместе с ними еще одна карта и восстанавливают две единицы здоровья неужто из четырех не было больше так три жизни а у меня четыре карты одна карта нехорошая как на с vídeo 10,6 марта не то есть вот вот кришности на троя себе подбрасывает виски и вулканник активируешь вы как себе хотел поставить ну да туда 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 чуть погромче больше чем не слышно далеко снимаешь они то есть вот она так а то ряд это и то есть лея ментал я и то есть лея ментал видolo Шрифт теряет одну из своих карт. О! Да хорошего вон убирают. Он будет передавать ей карту. Лечить. Я еще не положу карты. Почему? Он еще думает. Ну там был край. В принципе Макс меня прикроет. Ну да, хорошее это очень неплохо. Нехорошее для меня карта. Хотя и был крайник тоже плохо. Потому что она сейчас начнет разбирать. Еще раз, с помощью чего? Я думаю, что я не доживу до этого момента. Что, собственно, он сделал? Он использовал красотку. Красотка позволяет сбросить любую карту у любого игрока. Выложенную из руки неважно. Либо с руки, да, либо выложенную перед собой. Я объявляю дуэль шерифу. Дуэль шерифу. Что означает дуэль? Участники дуэли по очереди сбрасывают карты Бэнк. Первый, кто не сбросит, теряет единицу здоровья. Начинаем с шерифа. Поехали. Нет, у меня Бэнга. Он шериф сразу теряет. Дуэль можно играть на любое расстояние, и это не является Бэнгом. У ворот. Тяну карту. У ворот уже был сегодня. Проверяю теперь червы. Виндета у нас. Черва? Черва? Повезло. Годит еще раз. Я беру пять лет. Еще один ход. Если бы он забыл, я напомню. У меня, своим ребятам, я напоминаю. У нас случается дуэль. Еще одна дуэль с шерифом. Хорошо-то как пошла. Бибко передать некому. Хорошего-то, нет? Ну, естественно, пушка вступает в игру. А, кстати, да. Это уже срежий год. Пушка, да, активировалась. Огонь по всем. Все зеленые карты перед ним активируются. Поехали. Макс. Мимо. Шериф. Мимо. Артур, мимо. Я мимо. Все мимо. Все мимо. Все мимо. Пушка промахнулась. Да, всем промахнулась. Для томагаха мне нужно положить еще одну карту. Еще одну карту. Столько мне это делать? Вот в чем вопрос. В данном игре имеется один шериф, один помощник, один маньяк. Потому что одного шерифа мы всегда наедем. Соответственно, два маньяка, два преступника. Но я думаю, что лучше успеть стрельнуть разочек. Пока есть жизнь. Да, пока есть жизнь. Пока это жизнь. Я использую томагах на шерифа. Отдав за это текилу. Мне стыдно, пацаны. Не напрасно. О, ну хоть так. Текила позволяет, сбросив текилу, еще одну карту. Можно восстановить одну единицу с дорогой любому игроку. Не только себе. Значит, ты ее используешь. Я проверяю вендетту. Нет, в конце дополнительного хода ей тянется. Теперь внутри карты. Не жирно тебе? Я ее посмотрю. Ну ладно, одну отдал. Говорили, да? Вас просят. Офигеть. Просто офигеть. Бери две и кидай. А, нет. Одну тебе только, она вот такую. Ну я вот так. Тогда она возьмет. Слушайте, не забывай. Я понимаю. А, нет. Черву себе подложи. Черву подложи себе. Ты же потом ходить еще раз будешь. Кстати, да. Что-то у нас мертвые разговаривали. Мертвые не лгут. Да, вот молодец. Я своим подскажу. С помощью способностей своего персонажа он взял три карты и должен оставить себе на руках две. Но так как он знает, что будет проверять в конце своего хода, делать проверку на Черву, он специально продолжился решить. Черву захода он будет проверять. Мертвые всегда все знают. С помощью своему персонажа, с помощью мертвого персонажа. Потусторонние голоса ему подсказали. Вы же у тебя там не шаман случайно какой-нибудь там? Кидай, кидай, кидай. Он сейчас использует карту, у него свой ход и возьмет с колоды карту твою. Он не возьмет карту. Да, да, да. Нет, нет, я могу. Карта нет. А, ну так и да. Все рассказали. Мне кажется, это Максим играет. Индейцы на город напали. Что сейчас от Максима в этом ходу было. Давай ходи. Ходу Максима от Максима. Ничего. Вот, вот, пошла игра. А от Шерифа стрела ранила. Есть? А, у меня есть Бен. А что ж ты такой опасливый? Я тут ни при чем, это индейцы. Это твои? А, нет, напали. Я ни при чем. Я сам ранен, вообще пострадал. Понимаешь, краснокожие напали. Так, одного индейца застрелили, но неплохо они тоже народ покоцали. Все, уходи еще раз. Использует Вендетту, да. Проверочка. Вау, это Черво? Черво. Стрелили. А, нет. И опять, да, кстати. Они с женикой стороны. Вот, нормально. Ну, ложь, значит, грамотно воспользоваться свойством своего персонажа. Вот это и все. И еще события. Вот это и все. Я сейчас уже реакурую. Заканчивай. Так, это, голос за гробой. Ну, тут как бы очевидно. Тут очевидно дуэль с Шерифом. Дуэль с Шерифом. И что у нас происходит? Шериф умирает. Шериф умирает. Короткая партия была, а ты боялся. Короткая партия. Бандиты. Побеждают. Да. Да. Ну, соответственно, я был маньяком, все это видели. Артур играл за помощника. Ирина за шерифа. И вот они у нас. Строится преступников. Леха, Макс и Санек сегодня побеждают. Обычно преступники сразу теряют. Да, у нас получилась короткая партия. Мы не рассмотрели все карты. Мы не рассмотрели лучшего. Даже в тюрьму никто не сел. Плеселочек дошел бы до Ирки. Она просмотрела еще до меня. А, сел вот у нас человек в тюрьму. А что ж ты песню-то не спел? Ну, или, по крайней мере, она бы меня нравилась. А, ну, кто бы меня задавал. Вот. Немножко расскажу о картах, которые у нас не сыграли. Это тюрьма. Тюрьму можно бросить на любого персонажа. То есть, посадить в тюрьму на любого игрока. Кроме Шерифа, естественно, да. И, когда дойдет ход до него, он должен тянуть проверку. Если это черва, он выходит из тюрьмы и делает свой ход. Если это не черва, тюрьму он сбрасывает, но ход пропускает. Так, какие у нас еще карты не сыграли? У нас много чего не сыграло интересного. Ну, Бэнк понятно. Вот есть в дополнении в Додж-Сити есть карта укрытия. Это остальные игроки видят вас на расстоянии плюс один. Дальше есть и Лего. Это типа легкой добычи, тоже требует активации. И карту забираешь одну у другого любого игрока. Легкая добыча. Мустанг на расстоянии плюс один. Все игроки вас видят. Мимо. Кулак. То есть, это не является Бэнгом. Выстрел на расстоянии один. Пиво. Дробовик. Требует активации. Выстрел в любого игрока. Пиво. Пиво. Скофилд. Самострел. Понятно. Плутовка Кэт. То же самое, что и Красотка, только из дополнения. Дополнительная карта. Уэллс Фарго. Три карты из колоды. Динамит. Вот интересная карта Танцы. Скинув Танцы. Скинув Танцы еще одну любую другую карту, можно забрать себе карту у любого другого игрока. Библия. Требует активации. Играется так же, как Промах, но только еще плюс... Берешь себе карту из колоды. Как у ворот. Как у ворот, да. Только требует активации. Прямо, бочка. Вот эти карты. А, да, вот сейчас интересные карты. А этого плохого нашли. Вот он и хороший, и плохой сидел. Звого тебя не хватало только. Так, ну хорошего мы видели, а плохой, значит, если у него в руке динамит, можно положить его сразу перед любым игроком. И так же, если динамит пришел к вам справа, то отправить его далее налево без жребия. То есть, проверка на динамит, плохой и не тянет. И злой. Выберите свободную карту персонажа. Пока карта злой перед вами, получаете дополнительно характеристики выбранного персонажа. Да, из вот этой колоды. Очень полезная штука. И салун еще. Салун. Восстанавливает всем единицу здоровья. То есть, вот это восстановить единицу здоровья всем другим игрокам, а это восстановить единицу здоровья себе. Еще мустанг у меня не было. Мустанг был. На расстоянии на один больше обычного. Ну что ж, мы много событий еще не рассмотрели. Партия получилась короткая. Да, партия получилась короткая. Ну уж извиняйте. Благодаря Мерси Цан. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока. Продолжение следует...